Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны в 1853 году организовала первую в мире службу сестер милосердия. Именно в военные годы сформировалось мнение, что медсестра – это незаменимый человек, который оказывает первую медицинскую помощь солдатам, получившим ранения на поле боя. Наши корреспонденты в профессиональный праздник медсестер 12 мая побывали в Славянской Центральной больницы и пообщались с представительницами одной из самых благородных профессий. Медицинские сёстры или, другими словами, помощники докторов, выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными. И днём, и ночью на страже здоровья пациентов на протяжении всего срока лечения. Наталья Воробьёва работает медсестрой в травмпункте Центральной районной больницы почти 35 лет. Сначала трудилась санитаркой, потом, окончив медицинское училище, стала медсестрой. И ничуть не пожалела, ведь о работе в медицине Наталья Воробьёва мечтала с детства. В нашей школе были курсы, как профориентация, раньше так называлось, медицинских сестёр. Мы также приходили в больницу, смотрели, лечили, то есть перевязывали больных. Вот с того момента мне понравилось. Рабочий день Натальи Ивановны начинается с 8 часов утра. Её главная задача – оказать помощь пациенту в первые минуты его прихода в травмпункт, а затем уже вызвать дежурного врача, который назначит дальнейшее лечение. В этом кабинете мы оказываем первую медицинскую помощь нашим больным. То есть, ушиваем раны, гипсуем, правда, в другую комнате, там у нас гипсовая. А вот Оксана Малая медицинской сестрой работает в травмоотделении всего два года. Оказывать помощь людям – вот одна из главных составляющих этой профессии, которая её привлекла. Медсёстры не только помогают врачам в лечении пациента, но и в первую очередь оказывают самую настоящую заботу о каждом из них, признаётся Оксана Малая. Она рассказала нашей съёмочной группе, какими главными качествами должна обладать настоящая медсестра. Уколы, доставка лекарств пациентам, перевязки – вот основные составляющие ежедневного труда. Но этим профессия медсестры не ограничивается. Медицинская сестра должна найти подход каждому пациенту, поэтому представительницей этой профессии можно без преувеличения назвать психологами, которые всегда выслушают и помогут. В свою очередь, пациенты видят и ценят такую заботу медсестёр. И в их профессиональный праздник они пожелали им всего самого лучшего. Конечно, поздравляем всех с праздником медсестёр, и врачей, и все заботятся о нас. Что можно пожелать для медсестёр, потому что они, как говорится, нас лечат, об нас заботятся здесь, в этой больнице. Что можно пожелать? Всего самого-самого, то, что есть в этой жизни. Вирджиния Хендерсон – известное имя в сестринском деле. Именно она – автор теории сестринского ухода. Одно из её изречений – медсестра – это ноги безногого, глаза ослепшего, опора ребёнку, источник знаний и уверенность для молодой матери, уста тех, кто слишком слаб или погружён в себя, чтобы говорить. Сложно себе представить нашу медицину без медицинской сестры. Именно они выполняют все назначения врача, проводят все необходимые процедуры. Их неравнодушное слово играет немалую роль в процессе выздоровления больного. В этой профессии работают только по-настоящему сильные духом, терпеливые и отзывчивые люди. Ведь труд медсестры служен как морально, так и физически. Не зря раньше их называли сёстрами милосердия.